Режим тестирования. Леонид Андреевич сообщил, что он не сможет принять участие в тестировании, поэтому зря мы его ждали. В роль докладчика у нас тогда сегодня сыграет Павлодин Щарлов. Сначала мы проведем тестирование, потом ответим на те вопросы, которые есть. Коллега Шерементьев, пожалуйста, отдачи. Спасибо. Уважаемые коллеги, каждому депутату представлена возможность участвовать в тестировании системы управления информацией Думы под системой многозаймной информационно-технологической комплексы и системой видеоконференции связи МАИН. Для этого прошу записываться на вопросы и выступления по моей просьбе. Для тестирования мы используем постановление Московской городской думы о докладе о деятельности Общественно-Консультативного Совета политических партий при Московской городской думе по итогам 2018 года, которое было принято на заседание Думы 19-го декабря. Сегодня мы пройдем следующий этап тестирования. Это регистрация, ознакомление с материалами, заседание, доклад, запись на вопросы, ответы на вопросы, запись на выступления, запись на выступления и выступления по мотивам, по принятию проекта в первом чтении, голосование по принятию проекта в первом чтении, выступление по мотивам, голосование по принятию документов в целом и демонстрация результатов временного голосования на табло. Первый этап регистрации мы с вами уже протестировали. Я сразу попрошу аппарата результаты регистрации мы можем с вами вывести на табло, если такая у нас возможность. Пофамильно, если возможно. На распечатке. Хорошо, распечатку вижу. У нас зарегистрированы депутаты Воктев, Зубридев, Шапошников, Свастиан, Максимов, Янчук, Шеременев, Стукин, Тарасов, Орлов, Итина и депутат Янгалычева. Здравствуйте, Александр Григорьевич с нами также принимает участие в работе председателя комиссии по регламенту. Елена Анатольевна, а вы ничего не регистрируетесь? Хорошо. Окей, коллеги, следующий этап ознакомления с материалами. А потому что, Елена Анатольевна, дорогая, а где вы зарегистрированы? А у нас нет точного режима. У нас дистанционное заседание, поэтому вам надо сесть за свое удаленное рабочее место. Там зарегистрироваться. Елена Анатольевна, вы можете находиться где угодно, только заседание мы проводим в дистанционном формате, дорогая моя. Поэтому, если вы хотите зарегистрироваться, вам надо сесть за ноутбук, где установлена программа и работать с ним. Елена Анатольевна, потому что мы ведем заседание. Если вы хотите участвовать в удаленном заседании, пожалуйста, возьмите свой ноутбук и работайте с ним. Следующий этап тестирования ознакомления с материалами. Уважаемые коллеги, здесь ничего нового нет. Правый, левый, верхний угол повестка дня заседания. Наверняка, вы все видите. Синий, тем выделена гиперссылка документов к вопросу. Если вы на нее нажмете, у вас раскроются все проекты, это все документы к проекту документа, который мы с вами рассматриваем. Попробуем, не у всех ли работает эта функция. Спасибо. Спасибо. Переходим к следующему этапу тестирования. Мы рассматриваем вопрос проект постановления Московской городской думы о докладе о деятельности Общественного консультативного совета политических парков при Московской городской думе. Слово для доклада предоставляется депутату Орлову Степан Владимировичу. Пожалуйста, Степан Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я выступаю с докладом. Ваше внимание представляется проект постановления Московской городской думы о докладе о деятельности Общественного консультативного совета политических партий при Московской городской думе по итогам 2017 года. Спасибо, Степан Владимирович. Уважаемые коллеги, на что хочу обратить внимание. Для того, чтобы выступить, вы записываетесь в обычном порядке. Единственное, обратите внимание, говорить надо начинать, когда появится ваша картинка на экране. Сейчас я попрошу записаться на вопросы депутатов Янгалычеву, Локтеву, и Зумрилина. Пожалуйста. Для этого необходимо нажать кнопки выступления. Вижу депутата Локтева, Екатерина Александровна, Николай Григорьевич, пожалуйста. Технические службы, кто набирает депутат Янгалычеву и Зумрилину. Пожалуйста, пока депутат Локтев, ваш вопрос. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Содержательный доклад. Я предлагаю принять его к сведению. Спасибо. Екатерина Александровна, Николай Григорьевич. Коллеги, сотрудники аппарата, кто связался с депутатами? В процессе общения там в чем проблема? Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто хочет попробовать записаться? Пожалуйста, любой из депутатов по командам идем наши. Депутат Янчук, пожалуйста. Да, я вижу. Вопрос. Мы же работаем технически. Мы работаем в удаленном рабочем столе или в ВКС-бит? Потому что я смотрю, там Екатерина Ингалычева пишет, что у нее кнопка неактивна. Может быть, она работала через ВКС-бит? Просто можете технически разъяснить. Когда у нас начинается заседание, мы работаем только в этом, в удаленном подключении к рабочему месту в зале заседания? Или нет? Коллеги Ингалыч, Вы звонят сейчас сотрудники технической службы. Мне говорят, что с ней сейчас общаются и подсказывают, как записаться. Почему еще раз взять инструкцию, которую направили на электронную почту? Я не исключаю, что наши коллеги открыли презентацию а если открыта презентация, пока ее не закроют, кнопки не будут активны. Надо закрыть презентацию. Вот, Николай Григорьевич, пожалуйста, вижу, Вы записались. Пожалуйста, Николай Григорьевич. Можете выступать, Николай Григорьевич. Хорошо. Николай Григорьевич. Хорошо. Не festive. Продолжение следует... 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 И я считаю, что проводить заседание с такой программой – это невозможно. Тем более, какой сфере мы практически все находимся в здании Думы? Вообще, что за маразм? Коллега Ступин, пожалуйста, запишитесь. Не могу записаться. Здесь ничего не работает. Мы работаем дистанционно. Если возможно, пожалуйста, запишитесь с ноутбука. Ну, не хотите, не хотите, Елена Анатольевна, ваше дело. Елена Анатольевна, мы сейчас тестируем систему дистанционного заседания. Если вы до сих пор этого не поняли, то у меня не хватит слов это объяснить. Елена Анатольевна, вы… Хватит хабалить, а? Хватит хабалить. Степан Владимирович Ахлов также сидит с удаленным рабочим местом. И хватит вам заниматься ерундой и провокацией. Спасибо, коллеги. Тогда двигаемся дальше. Коллеги, запишутся, не запишутся. Хорошо. Переходим к следующему этапу тестирования. Следующий этап тестирования – голосование. Вот так вот. Меня даже не записали. Записаться мы в этой программе не смогли. А он переходит к следующему этапу тестирования. Коллегу Ступина не выслушал. И ничего страшного для него в этом нет. Какому голосованию? Так как я буду голосовать? Даже руки поднять не могу. Голосование. Да, да, заходи. Гручи? Уже голосование идет. А я проголосовать даже не могу. Очень здорово. Предлагаю позвонить по внутреннему этапу. Мы здесь, в подмете. За 7 против 2 выдержали. Какой он, наверное? Этот обещанный сотрудник отправит. Вот сотрудник до сих пор идет. Давно? Да, Зубривен, Ломнев, Максимов, Никитина. Так, Ингалыч его не проголосовал. Я не проголосовал. Кто-то еще. Против Тарасов-Янчук. Выдержался депутат Шременев. Спасибо. Голосование протестировали. Чего протестировали-то? Я не могу проголосовать. Прошу записаться. Никитину и депутата Савастьянова. Тебя не слышно. А, все. Ну да, вы слышно. Ну да, телефон. Да. Ты, наверное, сапоги. Как изменилась любовь и генинница. Только вас не слышно. Микрофон включить. Нет, не слышно вас. Я помощник Любови Евгеньевны. Зату Натальи Сергеевны. Вот тестируем программу в ее отсутствии. Да, заходите. Чтобы потом у нас без проблем все получилось. Я не понимаю, почему я не могу ни проголосовать, ни записаться. На, садитесь. Да, не слышно? Хорошо. Спасибо большое. Коллеги поддержал. Вопрос, ну вопроса нету проголосовать сейчас. Ну а как мне записаться-то? На выступлении. Уважаемые коллеги. Чего-никак? Ручку поднять. Я пытался, не получается. Вот, когда она горит. Ну где? Вот у меня же нет в списке. Видите, подготовиться. Ступина нет же. Что толку-то, что горит? Голосование. Ну давайте в вопрос зайдем. Где голосование? Ничего нету. Какие результаты депутат не может проголосовать? Вот так тестирование системы проходит. Напишем в чат. Зачерканута камера и микрофон. Зеленый. Сейчас секунду. Нет. Переходим к вопросам от депутатов. Пожалуйста, депутат Тарасов. Сейчас, секунду. Так, вот здесь вот коннект сделать VPN. Павел Михайлович, пожалуйста. Так, дистанционное заседание. Так, дистанционное заседание. Что здесь? Хорошо. Рабочее место? У тебя так же пытался. Сейчас посмотрим. Вот пока все это проходило, у меня уже несколько раз ноутбук выдал сообщение. Нет, пока подключи. Нет, удаленном рабочем столе. Прекращен без до ошибки шифрования данных. Попробуйте подключиться заново к удаленному компьютеру. Вы считаете, что так можно проводить заседание? Что вам подойдет генерический специалист, чтобы справиться эту проблему? Я вчера несколько часов мы потратили на это дело, чтобы установить. Вот. И все равно. Эта программа так работает. Поэтому я считаю, что... Давайте подождем тогда до первого числа, когда закончится вся эта бакханалия с карантином. И тогда проведем мощное, нормальное заседание. Спасибо. И вот так, Максим. Так, подключается удаленном мировой числе. Ага. И что? Вот здесь вот выступление. Ну, попробуйте записаться. Да, у меня была такая просьба, Степан Владимирович. Вы бы не могли показать через телефон и на видео, как выглядит заседание из Думы? То есть на какой экран мы выводимся? Как это работает? Те же экраны, которые установлены в зале. А, точно. У меня просто стоит дополнительный монитор. Я вижу точно такую же картинку, которую видят каждый дневник. А, все. Ясно. Угу. То есть вы можете сейчас навесить на. Если что, не раз 5,5,5,5,5... Как? Ну, вот он, что, владеющий, левый, верный, свой, коллажет. Ну, вот он, что, не тихо, 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 не тихо. Спасибо. Пожалуйста, депутат отступлен. Уважаемые коллеги, ну, слышно меня? Слышно. Ну, вообще, это дикость, конечно. Я не мог подключиться, и голосование прошло без меня предыдущее. Мне не дали не выступить, ничего. Да, сейчас сотрудник технически приходил, тут минут 10 тут стоял, настраивал все. Ну, вроде как настроил. Но у меня вопрос, на заседании Мосгордумы так же будет? То есть не успел, опоздал, все, без тебя рассмотрели, сиди спокойно там. Так, что ли, у нас теперь дистанционно работает? Мне кажется, мы должны переходить именно на очное проведение, и дистанционное, оно себя уже скомпрометировало уже на стадии теста. Вы слышали вас, пожалуйста, коллега Тарасова. Коллега Тарасова, пожалуйста. Что стали ли Тарасовым? Ну, вот, говорите. А вот, картинку, наконец, включили. Ну, наконец, вообще вот уже третий раз не получалось подключиться, при том, что у меня, собственно, и камера, и микрофон работают, они в ряде видеоконференций других оттестированы, никогда ни одной накладки не было. Не выводится в эфир именно со стороны администратора. То есть у меня загорается индикатор видеокамеры, у меня показывается, что в системе микрофон включен, но при этом в трансляцию не выводится. При том, что я как бы не первый день развлекаюсь разными видеотрансляциями, в общем, тут, собственно, на стороне серверная проблема. То есть либо администратор не включает, но непонятно, загорается значок, что снято ограничение на видеотрансляции, снято ограничение на микрофон. То есть это не связано с клиентским конечным сервисом. То есть это именно проблема с точки зрения либо администрирования, либо на сервере. Мы посмотрим, какие проблемы могут быть на сервере, мы для этого с вами и тестируем всего денежных систем. Да, зубы, сигналные наушники. А на вопросы записались, а Тарасов только что задал вопрос, у депутата Ступина еще дополнительные вопросы. Да, я, насколько понял, депутат Янгалычева также не проголосовала. То есть вы провели голосование без двух депутатов. Так у нее, скорее всего, нет такой технической возможности. Пожалуйста, депутат Янгалычева. Ее даже не слышно. Микрофон включить. Микрофон включить. Микрофон включить у себя. Уважаемые специалисты, это микрофон. Слышно меня? Да. Господи, это ужас. Это какое-то просто вот издевательство над нами, над всеми. Первое, значит, проголосовать я не могла. Вы меня даже не заметили, военные фамилии не назвали, а на один человек меньше, да, или на два даже проголосовала. Вы не заметили совершенно. А у меня не позволяла программа мне проголосовать. На втором голосовании, когда вы только его запустили, меня вообще выкинуло из системы VPN пропал. И я и вот сейчас, почему у меня сейчас микрофон. Просьба предусмотреть увеличение времени голосования. Просьба предусмотреть увеличение времени голосования. Просьба депутатам, если эта система дает зубой, сразу набрать технических специалистов координатных. Все разосланы, за каждым они закреплены. Спасибо, что вы указали на недоработку. Спасибо. Вопросов больше не вижу. Сотрудников аппарата попрошу передать мне все вопросы и претензии, которые были высказаны депутатам. Александр Павлович, прошу вас еще раз проверить раскрепление технических специалистов за всеми депутатами, всех депутатских кабинетов. Просьба к депутатам отработать соединение с системой, если возможно, с тех точек подключения, откуда вы будете работать во время проведения заседания. Потому что качество каналов связи также влияет на соединение. Пожалуйста, куда-то, куда-то, куда-то. Слушайте, я камеру поставлю, и вот буду снимать и все это вот роликами в интернет выкладывать. Я говорю, вы меня вырубаете, и говорите о том, что вопросов больше нет. Я тут сижу, говорю, как вопросов нет, у меня вопросы. А вы меня вырубили, все. Красиво, да, здорово? Вообще потрясающе, да, депутаты работают? Так, Алексей Валерьевич, у меня по-моему конкретный вопрос. Программа работает плохо. Что ж такое-то происходит? Она не отработанная. Может быть, когда-нибудь через месяц ее забегут до ума и будет все работать. Но то, что я вижу сейчас, то, что меня выкидывает в любой момент из программы, и я лишаюсь права слова, это ненормально. В этой связи, вот прямо сейчас, открыла регламент. Значит, у нас в регламенте, статья 6.1, в пункт 1, прописано, что в период режима повышенной значительной формы, в действиях рассмотрения вопросов про этих документов, требующих безотлагательного рассмотрения думы, проводится дистанционное заседание. У меня вопрос, что это за вопросы, такие безотлагательные, которые требуют рассмотрения именно в дистанционном режиме, где повестка дня, потому что согласно пункту 2, по второму, то есть в первом прописано, что незамедлительно вы направляете информацию, да, вы ее направили, что 27 мая у нас заседание ответено, а по второму повестка незамедлительно направляется депутатам. То есть мы сегодня, сейчас уже должны знать, что это за повестка такая безотлагательная, важная и нужная, которая должна рассматриваться, исключить в дистанционном режиме. Если там простые и обычные вопросы, тогда это очное заседание. Если это реально безотлагательные вопросы для режима повышенной готовности, тогда понятно. Предоставьте нам их, пожалуйста. А вы что, заседание назначено, что ли? Да, 27 мая вы назначили заседание. Уже все в этом знают. А можно увидеть документы о назначении заседания? А вы с руководителями фракции это обсуждали? Обсуждали. Я имею в виду документы о назначении заседания. Мой был. Алексей Варевич. Спасибо, спасибо. Про безотлагательность прокомментируете. Я буду исходить из того, какие проекты документов будут внесены в Московскую городскую думу сегодня, завтра, а после поступления или не поступления документов будет приниматься решение о назначении пленарного заседания. Николай Григорьевич, пожалуйста. Алексей Валерьевич, предложение. Вот сегодня у нас в связи с коронавирусом есть, конечно, определенные ограничения. Мы это все понимаем. Но тяжелой обстановки такой, так скажем, которая бы не позволяла нам сегодня собраться в здании Мосгордумы, такой обстановки, к счастью, нет. Я предлагаю следующее заседание Московской городской думы провести в очном режиме, с соблюдением всех санитарных норм, с наличием повязок, если потребуется, с наличием перчаток. Но очное заседание, оно послужит, так скажем, нормальной работе депутатов, так скажем, этого коллегиального органа, как Мосгордумы. Если мы проведем заочное заседание Мосгордумы, во-первых, будет тяжелое ощущение у жителей, у москвичей. Это все-таки тяготит и как-то напрягает. Люди видят, что это что-то происходит ненормальное. Но мы, наоборот, должны сработать на то, чтобы успокоить людей и показать им, что да, депутаты собрались, провели очное заседание с соблюдением всех санитарных норм. Я думаю, это будет более нормально и конструктивно. Николай Григорьевич, подскажите, пожалуйста, как в зале пленарных заседаний соблюсти дистанцию полтора-два метра от депутата? Проведемо в таком же режиме, как и 1 апреля. В масках сидели мы за столами и ничего страшного не произошло. Услышали ваше мнение, пожалуйста, депутат Николай Голочев. Поддерживаю предложение Николая Григорьевича. Полагаю, что это же мнение не держатся и все наши сотрудники, члены нашей фактики. В зале, в том, что проводился, например, 1 апреля, да, это был маленький зал, где мы сидели вообще, причем к плечу. Ничего вас это не смущало. В зале пленарных заседаний мы находимся на огромном расстоянии. У нас между каждым депутатом, давайте еще, там же есть, можно сотрудников убавить, можно рассадить, вот где обычно сидят приглашенные, там же тоже активные кнопочки есть, кто-то на трибуне стоит. То есть рассадить максимально далеко, друг от друга. Зал позволяет сотрудников лишних убрать из зала. Соответственно, и всеми депутатами будем сидеть в огромном, просторном зале. Совершенно верно, это психологически, да, для москвичей даже более, как бы, да, нормально. А кроме того, вы не ходите в магазины, вы не видите, какие толпы ходят в магазинах, да, и люди, какая там дистанция. Если можно, по делу, вы услышали, коллега, по делу, по делу, коллеги, у нас есть замечательный пример, это Государственная Дума, в которой в 10 раз больше депутатов, чем в Мосгордуме, 450. И тем не менее, Государственная Дума, на прошлой неделе провела свое заседание, плечом к лечу там сидели депутаты, кто-то даже без масок сидел, и, в общем-то, ни у кого вопросов не возникло. Почему же у нас в 10 раз меньше человек, мы практически рядом с Госдумой находимся, и у нас почему-то нужно дистанционно проводить, хотя вроде как эпидемия-то на спад идет. Есть, конечно, потому что я не мог проголосовать. Я не мог проголосовать, так же, как депутат Янгалычева, и вы подвели итоги, не обратив на это внимания. Технический специалист поработал, но вы, тем не менее, в результаты голосования никаких изменений не внесли, и переголосование тоже не произвели. Спасибо, депутат Янгалычева. Александр Григорьевич, позвольте, позаботимся о тестировании, потом вы можете обсуждать, чтобы его... Вы, как председатель комиссии, по регламенту, если, возможно, были вопросы как раз в рамках регламента. Пожалуйста, я переговорил. Главная техническая проблема, о которой и я говорю, и все коллеги, вы как будто не слышите, то, что в VPN разрывается соединение и выкидывается из системы, и невозможно, и снова пытаешься в нее войти. Вот сейчас там несколько раз, и это получилось. Иногда, вот вчера, например, я пыталась входить, это десятки раз, десятки соединений, в итоге перезагрузка компьютера. Как эту проблему решить, то есть если депутат в процессе заседания просто вот выкинут из этой системы? Как это решить? Кто это решит? Какой дистанционный? Это проблема, которая была, будет всегда, она может возникнуть в любой момент. И о какой тогда надежности вот этой вот системы вообще мы говорим? Екатерина Александровна, вы уже этот вопрос ставили, давайте не повторяться. Технические специалисты также с вами свяжутся. И еще раз, коллеги, хочу напомнить, желательно отработать эту систему с тех мест, откуда вы будете работать во время проведения заседания. Потому что качество канала связи также влияет на процесс соединения. Пожалуйста, коллега Тарасова. Скажи, где-то Тарасова, находятся сейчас какие-то специалисты. Пожалуйста. Вот, ну наконец, полчаса не прошло. Собственно, опять вся та же самая история, вот без малейших изменений. То есть вот приходится там по минуте ждать, ну хорошо хоть не отключились за это время. Я считаю, что все-таки, ну вот я изначально планировал дистанционно участвовать. У меня там были планы поругаться как раз по поводу наших незаконных штрафов за псевдо отсутствие пропусков. Но сейчас я понимаю, что система просто абсолютно сырая. Я думаю, что, ну, даже если у нас не будет решения об отказе от дистанционного формата, нужно его хотя бы переводить в гибридный режим, чтобы у тех, кто хочет участвовать нормально, была возможность нормальной регистрации в зале заседаний и работать именно с рабочего стола в зале заседаний. Потому что, ну вот то, как сейчас система работает, просто безобразная история, так работать абсолютно невозможно. То есть те, кто либо по объективным, либо по личным обстоятельствам не хочет находиться в зале, либо готов сидеть в кабинете и ждать по полчаса, пока ему дадут слово, пусть сидит у себя. По всем остальным пусть будет возможность нормальной работы в зале заседаний. Потому что, ну вот, я говорю, я не большой противник каких-то современных мер работы, но сейчас это просто не работает. Просто не работает. Еще раз повторюсь, вы этот вопрос уже задавали. Технические сотрудники сейчас... Я говорю про другое, про гибридный формат проведения мероприятия. Мы услышали ваши нарекания в системе. Сейчас будем их корректировать, исправлять. Коллеги, какие еще есть просьбы, замечания, вопроса? Спасибо. Вопросы, замечания. Пожалуйста, депутат Максимов. Да, еще один вопрос. Председатели комиссии оставляют за тобой право очного заседания? Правильно я понимаю? Комиссии. Да, председатели комиссии пригодятся сами. Все, все, спасибо. Пожалуйста, депутат Шереметьев. Дело в том, что получается, председатели комиссии, лидеры фракции могут присутствовать в зале. То есть у нас есть равные, есть верхравные. Так что ли? Почему? Просто председатели комиссии присутствуют в зале. А только что вы сказали? Что? Я сказал. Да. Максимов у вас спрашивал? Максимов спрашивал о проведении заседания комиссии. А, понятно. А кто тогда будет присутствовать в зале, кроме вас? Будем обсуждать на комиссии по организации работы. Мы хотим предложить присутствовать руководителям депутатских объединений и председателю комиссии по рекламу. Я думаю, нужно, чтобы могли присутствовать те, кто хочет присутствовать. Потому что так работать нельзя. Я говорю, я вот сейчас специально установил на обоях. И на ноутбуке, и на компьютере. А у вас сейчас оба устройства включены, Олег Михайлович? А? У вас сейчас оба устройства включены. Да, на одном у меня... Вы знаете, чтобы оба у меня работала система, а одно из устройств желательно выключить. Нет, у меня разные работают вещи. Здесь у меня работает система, где можно голосовать, а здесь, вот где этот сайт ВКСД. Это разные вещи, я специально их от независимых пустил, и даже это не помогает, потому что компьютер впервые за полгода... работать, когда один депутат, который должен записываться и голосовать, пытается работать с двух устройств. Это недопустимо. Поэтому система не дает спои. Просьба, уважаемые коллеги депутаты, подключаться с одного устройства, чтобы система не споила. Когда подключены два устройства одного депутата, конечно, система будет давать спои. Олег Михайлович, спасибо, что об этом сказали. Коллеги, какие есть еще вопросы? Пожалуйста, депутат Янчук. По поводу... Слышен, да? Да. Потому что депутат Янгал, что сначала не было слышно по поводу сбоев в системе. Насколько я понимаю, у депутата Шереметьева, который работает с двух устройств, как раз сбоев не было. А проблемы были у других депутатов, поэтому мне кажется, что эти физические проблемы связаны не с тем, что кто-то работает с двух устройств. Связано просто с общей сыростью системы. У меня, например, до заседания ВПН отвалился, у меня там в пожарном порядке членческая служба получилась удаленно, спасибо, помогла восстановить. Но что будет, если, например, ВПН отвалится в момент голосования, а мы поднимем эти итоги, потом дальше мы будем говорить, мы не смогли проголосовать, что потому, что у нас появился ВПН, а скорее всего председательствующий скажет, что, наверное, мы не захотели голосовать. Как вообще в этом случае мы можем голосовать, как в этом случае мы будем доказывать, что мы не верблюды, что мы хотели проголосовать, не проголосовали чисто в чате. Вот сегодняшний тест показал, что это невозможно, и мы решили, что там Супин и Инга очень просто захотели голосовать, хотя у них были технические проблемы, они, кстати, в чате писали, в ВКС, никто почему-то не обращает на это внимание. То есть мне кажется, что здесь нужно следить за тем, что происходит в чате, потому что там они пишут оперативно. Вот, технические проблемы не приметило. Спасибо. Депутат Шереметьев. Дело в том, что нужно было сначала у меня спросить, прежде чем говорить о том, что происходит. Проблемы начались, когда на одном вопросе я по этому и был вынужден подключить второе, потому что на компьютере у меня впервые за полгода я увидел этот синий экран сверки, причем я его уже сегодня наблюдал в процессе несколько раз. Синий экран и перезагрузка комбината. Вы из кабинета не уходите, вам прямо сейчас подойдет диетический специаль. Уже подходили, но... Вы умеете его к депутату Тарасову, к депутату Ступину, если он находится в кабинете... Нет, уже подходили, уже подходили. И здесь ничего нельзя поделать. Смысл сейчас-то подходить, когда голосование уже прошло. на вопрос Янчук так и не ответил. Неустойчивая связь по VPN-каналу. Поэтому, чтобы нормально работать, я должен сидеть у себя в кабинете. Здесь, по крайней мере, хоть как-то. Он перезагружается перед ним? Я в кабинете, пожалуйста. А какой в этом смысл? Я буду сидеть в нескольких метрах от запах? В системе. Пожалуйста, коллеги, вопросы по системе. Вот так. Не дает. Кнопочку нажал, не дает говорить дальше. Вопросы закончились. Мы закончили тестирование системы. К депутатам, которые просили, сейчас подойдут технические специалисты. Всем огромное, пожалуйста, доктор Асуна. Вот так система работает. Отдельное внимание обратить на депутатов Тарасова и Немгалыча. А у меня вопрос. У нас запись, видеозапись ведется? Если да, то где ее потом после найти? Запись заседания будет вестись, конечно. Ну а сейчас вот она ведется или нет? Горит красненьким. А горит красненьким, что запись идет. Значит, уточним. У меня ничего не горит. Пожалуйста, депутат Тарасов. не можем подключить депутатов Тарасова. И так же будет во время заседания. А вот Тарасова находится технический специалист, который перенастраивает оборудование. И даже технический специалист не может это все подключить. Все. Это Тарасова выслушать не может и не хочет. Вот так, друзья. Вот так оттестировали. Два депутата не проголосовали. Половина депутатов не смогли высказаться в итоге. Ну, о чем речь? Профанация парламентской работы, к сожалению. Продолжение следует. Обработает. Продолжение следует...